здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на этом прекрасном канале мне выпала честь сегодня давать интервью или как это называется в онлайн ресурсе меня зовут агунда кулаева я представиться для тех кто меня знает и я буду рада познакомиться с новыми почитателями оперного искусства и вообще просто в принципе с людьми меня зовут агунда кулаева я солистка большого театра также я солистка и выступающие в театре новая опера это театр в котором я отработала 11 сезонов теперь я что близко большого театра и рада сегодня вас приветствовать в очень для меня новом непонятном формате я надеюсь что мы сегодня с вами получим какую-то пользу от нашего местного общения не спою я немножко волнуюсь вот поэтому рядом со мной моя моральная поддержка моя доченька моя виолетта она будет мне помогать поддерживать и озвучивать вопросы которые вы надеюсь будете мне задавать итак я родилась в городе владикавказ в семье оперных певцов ирины борисовны кулаевой драматическая сопрано делка владимирович кулаев бритон у меня есть брат старший драматический тенор у меня есть старшая сестра ася у нее это сопрано такой же как и у меня также у меня есть супруг алексей татаринцев самый лучший тенор на земном шаре лирический тенор я трое детей я ношу гордо ношу звание многодетной мамы не обольщайтесь это тишина ненадолго мы сказали но это не факт что они сейчас набегут и потому что без мамы прожить сейчас очень сложно в период карантина потому что ты выглядишь что мама дома для них это прямо огромная огромная радость подарок это просто праздник каждый день и особенно для моей маленькой доченьки которая каждое утро просыпается и говорит очень удивлен мама она так удивляется что она каждый день меня видит а вот поэтому если нашу тихую атмосферу нарушат ребенок который жаждет общение с мамой ну придется мне уделить им внимание виолетта у нас есть какие-нибудь вопросы или только здорово занял никто ничего не хочет продолжая я окончила ростовская очень владикавказское училище искусственный ныне нас еще звание писала че гергиевом тогда он было просто училище искусств и тем не менее она было прекрасное образование как и сейчас и выпускники этого училища с выпускниками этого училища могут гордиться илира милованова спрашивает чтобы ты рассказала про дыхание про дыхание ой вы знаете вообще в принципе я начинают сейчас спрашивать вот по поводу как вот про постановку голоса как вы формируете это какой формирует голос как вы фокусируете для меня это очень сложно сложно мне ответить на эти вопросы потому что мое образование вокала она не строится на каких-то учебников книжек или пособий исключительно только на ощущениях поэтому когда меня просят заниматься я конечно чаще всего отказываю потому что я еще не даю вокал так вот прям по-настоящему вот на просят прям очень сильно я рассказываю нужен контакт с пиццом чтобы услышать что он делает какие ошибки он допускает и чем помочь каким советом потому что каждому певцу естественно какой-то свой подход индивидуальный по поводу дыхания могу сказать что дыхание должно быть низко это на всех книжках это могу и подтвердить потому что если мы будем дышать верхней части мы чувствуем что мы сюда наберем дыхание то уже никакого никакой длинной фразы и вообще никакой полноценной фразы не получится то есть дыхание должна ощущать где-то ниже 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 желудка там где как будто бы мы знаем что есть диафрагма а то спрашивают три вопроса как ты проводишь каротин какие партии ты мечтаешь исполнить и какие твои партии любимая а я начну с конца моя любимая партия это любаша царская инвеста кармен без и кармен мечтаю я исполнить самсона одолела дали в партию вот только провожу карантин это наверное сейчас мой самый любимый вопрос потому что я совершенном сейчас счастье нахожусь я наконец-таки нахожусь со своими детьми я получу огромное удовольствие от общения с ними я круглые сутки нахожусь с ними я вижу как они просыпаются я их я стою за час раньше я готовлю за с радостью восторг встречаю на пороге кухни каждого кто приходит сонными заспанными глазками их расцеловываю кормлю завтраком потом мы отправляемся каждый в свою комнату за ним да и даем задание это уже нервный период дня дети говорят нет не надо зачем это нужно там и так далее вот но мы все равно их усаживаем они все равно делают задание потому что у них есть стим потому что дальше будут будет вознаграждение потом мы занимаемся какими-то развлекательными момента играми в карты нарды пашки в иммагинариум обожрать либо музыкальные какие-то развлечения у нас фиолетов у нас играет на укулеле лёша играет у нас на всех музыкальных инструментов вот мы подбираем какие-то песенки поем вспоминаем эстрадные песни то что тот чем мы никогда раньше не занимались скажем так алира милованова спрашивает обязательно музыкальную консерваторию чтобы стать певицей есть примеры когда певцы не оканчивали никаких консерваторий например галина жневская или например ильчина это два успешных певца которые успешно строят карьеру в большом театре нет не обязательно то нужно найти своего педагога она петрова спрашивает сложно быть певицей и ну я могу сказать что это просто не буду врать это это не просто но мне в жизнь очень сильно повезло наличие помощников моей жизни во первых это мой супруг во вторых у меня череда писающих нянь одна лучше другой и теми нянями поддерживаем отношения которые это не только воспитателями мы и они являются и друзьями моих детей и по хозяйству и советчиками и даже жилетками в которые можно поплакаться я стараюсь не унывать в любой ситуации даже когда совершенно мучить и там мне нужно допустим что-то выучить или наоборот отдохнуть я стараюсь как-то себя убедить в том что я делаю два больших дела в жизни я рожаю детей их воспитываем и второе дело это я создаю образы и надеюсь радую своих слушателей вас это поняла что хочет стать оперной певицей очень поздно я всячески сопротивлялась быть оперной певицей рожденные в оперной сфере люди они полной мере понимают что это такое и с рождения я не скажу что я видел как мои родители счастливы могу сказать что ну может быть просто это время еще такое советский период постсоветские перестройка это было очень тяжело за этим за всем наблюдать но были и хорошие моменты когда гастроли были по всей россии у родителей мы с ними родителями объездили практически не знаю практически всю россию это было очень интересно и тогда конечно думаю тогда я уже заразилась этой болезни и стала хотеть примерно заниматься музыкой вот оперной именно певицей я захотела стать в 24 года когда кончила нас пять получается 25 лет почти мне было да когда я закончила дирижерской хоровых факультет и поняла что мне хочется больше петь сразу ли у тебя определили мать со сопрано или быть были варианты драма сопрано всегда есть варианты и варианты всегда когда люди начинают они находятся на каком-то перепутье по крайней мере внутри одного гола допустим сопрано лирическая или драматическая дательно для этого для этого существует постановка голоса чтобы понять какой у тебя голос моя мама допустим педагог по вокалу она была убеждена очень много лет что у меня драматическое сопрано и только после того как как я стал петь драматический мыться сопрано вы репертуар она сказала я меняю свое мнение ты действительно мы собран потому что пока поешь переходные переходные партии можно можно запутаться до в полосе на слух по крайней мере я иногда путь ты голоса я могу какого драматического тебя вдруг принять в какой-то момент за лирического но чтобы понять какой голос нужно спеть партию и вот если ты поешь сначала до конца и тебе комфортно удобно и ты озвучиваешь озвучиваешь весь регистр значит ты соответствует тому голосу который написан автор а поешь ли ты камерный репертуар о я пою и я обожаю я обожаю камерный репертуар но к сожалению в последнее время почему-то мало как желающих пригласить меня такие концерты потому что наверное есть много камерных певцов которые востребованы и они заполняют сцены камерные и в общем нет потребности допустим на какую-то программу оперную певицу но сейчас я скажем так вот год назад мы с алексеем скажем так сами вызвались изучать камерный репертуар потому что это совершенно другой пласт это совершенно другая культура другая другое звукоизвлечение это другое переосмысление это много сложнее чем оперное пение от каких-то конечно разделах и вот с прошлого года мы действительно думаем о том чтобы сделать вот именно программы например сентября дай бог чтобы все это случилось у нас планируется именно камерная программа в санкт-петербургской филармонии но не факт что мы ее сделаем потому что очень много сейчас перемен в жизни и пока вот допустим мы не над ней потому что сейчас очень сложно в домашних условиях изучать новый репертуар потом нам нужны специалисты которые будут с нами концертмейстеры педагоги но это большая такая работа мы возможно даже успеем и возможно программа будет из каких-то старых выученных арий или романов которые мы уже исполняли много раз когда с какой опера у тебя началась любовь к этому искусству недавно я вспомнила случай который вот почему-то раньше не всплывал в памяти когда я еще училась в консерватории не на первом курсе а может бы даже это был владикавказ еще я слушала ольгу бородину которая пела орлеанскую деву орио орлеанской девы и совершенно потрясающая певица с каким-то идеальным кантилена с богатым правом которую я обожаю слушаю переслушиваю и тогда она спела панскую деву для меня это было прям такое открытие я думаю ничего себе как как она может эта фраза для меня вот как можно и было спидом дыхание после того как ты спел такую сложнейшую часть арий и я начала пробовать сама просто и ну а не занималась особенно так вокалом я конечно училась на двух факультетах в отделении по владикавказском училище но это было такое обучение скажем так любительская и когда начала пробовать эти фразы и начала учить эту ари практически это была самая первая которая начала учить дом конечно для себя я полюбила ее очень сильно я пою и кстати по сей день и я что вот с этой арии началась моя вот болезнь по оперному пению бывает ли оперных певцов профессиональное выгорание это хороший вопрос я думаю да думаю бывает но я еще не испытала но у меня были партии которые я больше не хотела петь и я от них отказа я не буду сейчас озвучивать какие партии и я поняла что я каждый раз выходя в этих партиях мне уже не не скучно скучно я не развиваюсь в этих партиях я попросила чтобы меня на эти партии больше не ставили но я знаю своих коллег некоторых которые возможно это связано с возрастом возможно от невостребованности которые деляясь со мной в личных переписках они говорили что им все это уже не нужно они устали что им бы вага и поковыряться им в дом посидеть пивка победу то есть вот есть какой видимо период когда уже не интересно я надеюсь что в моей жизни это еще не скоро владеешь ли ты астинским языком если владеете исполнять и астинские песни лев крылов спасибо за вопрос это мой больной больной вопрос моя больная тема я не владею сетинским языком и оправдание могу сказать только то что в моем доме никогда не говорили на астинском языке потому что моя мама украинка папа привез ее из виницкой области познакомились они в львовской консерватории учились вместе а вот поэтому в доме никогда не звучала астинская речь а когда я пыталась ну конечно школе его я много чего понимаю много что могу сказать естественно но когда говорить на сетинском языке мне надо мной посмеивались для меня это было очень видно и я просто перестала разговаривать сейчас конечно потребность выучить язык у меня очень большая потому что я опять на осетинском языке я выучила несколько песен папы своего который написал очень много все на осетинском языке прекрасных очень мелодично и мне конечно не хватает они мне не хватает произношений мне не хватает теки поэтому есть потребность начать учить язык иван иванов спрашивает когда в живую любимую сантуцию тут о да это прекрасная партия сельская честь маска не это при к во первых очень интересный сюжет а немного похож кстати вот на трагедию любаши вот ну просто по-другому там все разворачиваются эти события но для моего голоса она написана прямо вот идеально я считаю что в моем исполнении для меня для моего для моих мышц лима звукоизвлечения это партия подходит просто так получается что в тех театров которых я работаю этого спектакля нет как-то я хотела ввестись в сантуцию в новый опыт это спектакль сняли уже к сожалению я исполнила ее единожды в концертном исполнении к сожалению это для меня это был знаменательный день потому что в этот день пришли слушать меня и юрий удалов специально пришли послушать меня на чтобы пригласить на прослушивание в большой тираж и я им понравилось и к счастью они меня позвали вот еще конечно хотелось бы спеть долилу но тоже получается что самсон долила пока нигде требуется а еще я очень люблю партию марфы из хованщины есть плана большого театра к счастью этот спектакль я надеюсь что этот план не нарушит никакой коронавирус и и через год я надеюсь что так и поставят а как ночь все к тому чтобы профессионал опер исполнял популярную популярные песни хотя бы чуть-чуть ради популярность песни обязательно нужно исполнять могу сказать что наша у нас очень специфическая направленность до оперная не все могут это сделать во-первых не у всех получается петь оперным голосом песни или переключить свой голос так чтобы он звучал не по-оперному как-то более скажем там по народному или ближе к странному исполнению совершенно потрясающие оперные певицы и певцы которые умеют так поменять голос что совершенно совершенно ощущение что это два разных человека поют есть которые не умеют этого делать но тоже прекрасно поют эстрадные песни оперным голосом это тоже пользуется спросом сейчас очень 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 развивается это направление и мы вы допустим слежа особенно алексей он поет песен пахмутовой например и кобзона мы поем песни иногда прямо вот заняты спрашивают а вы можете вот спеть вот ты моя мелодия ну аку а можете вот тогда спеть ну конечно приходит иногда мы предлагаем свои какие-то варианты песен которые я бы хотела успеть да если соглашается заказчик то мы их поем не согласен но тогда поймем то что то что хоть заказчик стоят или гастроли в зальцбурге на чемоданах уже оплатила даже проживание свое в зальцбурге пока зальцбург еще не отменяли но я с ужасом каждый день открываю электронный ящик своего агента и пока к счастью там пусто но боюсь после того как отменилось столько много фестивалей значимых больших и маленьких естественно что зальцбург тоже будут сдвигать конечно отменят естественно потому что в этом году сто лет моцарту и сто лет этому фестивалю поэтому я думаю что я думаю просто его передвинут пока да пока мы пока мы надея потому что поучаствовать в таком фестивале это конечно огромная есть радость для меня тем более в партии марины мнишек тем более в таких прекрасных звезд в таком прекрасном звездном составе и в таком благословенном месте поступал когда-нибудь в новосибирском театре но вот опера тогда так не называлась когда на раз просто новосибирский театр оперы балета я прослужил в этом театре пять сезонов как солистка театра и летала туда два раза в месяц и в этом театре это моя большая сцена очень с прекрасной акустикой хотя многие ругают мне там нравилось всегда петь в этом театре сделала на свои первые первые выходы мои партии кармен партии ольги первый раз я исполнила там рэквин верди и выучила ряд других оперных партий которые не исполнила но в дальнейшем было допустим амнерис а и кстати еще кончиков на кого-то училась по бокалу кто у меня много было педагогов чему я очень рада и череда педагогов только улучшали состояние моего голоса чему благодарна каждому из них при педагог это моя мама которая до сих пор по сей день занимается вокалом я была пока вольным слушателем я не занималась не конкретно вольным слушателем на всех ее занятиях я была концерт-местером поэтому я слушала все в него впитывала к вторым моим педагогом под ларис белоонова это в училище искусств далее у меня был владимир гнадиосов который тоже вложил в меня очень как в артистка в артистку худовердова маргарита никарина педагогу току который я консерваторию заочно далее была галина полна вишневская заканчивала я центр у бадри месс это тенор который вложил в меня я думаю самая самую большую лепту для формирования моего голоса особенно для верхнего регистра и дальше мой педагог и самый важный путеводитель это мой супруг потому что у меня слушает он меня анализирует он делает мне замечание и диктофон это мой тоже педагог где-то получала выше музыкальное образование я окончила консерваторию как дирижер хоровик и там же окончила к факультет вокальный параллельно училась центр при новопедния галины вишневской в каких постановках тебе проще работать каких постанов условные кринолины или современ условно кринолины я люблю классический да я люблю вот я может быть такой консерватор я люблю классические постановки но есть интересные постановки которые современники на естественно который до сих пор у меня стоит остались в памяти и я очень-очень по ним скучаю например это дженни скики в постановке пашникова нового перед совершенно потрясающий спектакль самые какие мои впечатления от постановочного процесса и отклики зрителей тоже были очень классные а еще я постановку юрий александрова пиковая дама в новой опере тоже совершенно потрясаю все ее очень много ругали и я не вхожу в большинство почитателей этой постановки но у меня был там совершенно потрясающий образ графини также очень интересная для меня постановка силы судьбы в дочь опере а я скажу что она прямо очень сильно мне понравилось я так чувствовала себя комфортно нет но мне было очень интересно работать этим летом не летом получается вот очень интересно тем более это был была совершенно новая для меня партия и прочтение было это был такой скандально постановка вот я присутствовала на сцене когда зрители забукали постановку но зато при этом очень тепло принимали певцов что приятно даешь ли ты мастер-классы куда можно прийти в качестве зрителя кстати очень люблю давать мастер-классы обожаю и могу сказать что у меня это даже получается ну как бы результатом но почему-то последнее время мне как-то не не зовут с удовольствием приду зовите и я приду на мастер-класс как же твою маму моя мастер-классы ирочка ирина борисовна моя золотая она сейчас немного приболела по эту мамочку она меня смотрит сейчас мамулечка давай не болей как ты относишься к новым прочтением и обраны классики вот я еще раз повторю что я консерватор я люблю такие вот прям новые прочтение когда вот совсем прям перенос в другое время когда ходят особенно больше у меня раздражают когда на сцене одеваются мне это просто ужасно бесит не знаю почему не потому что я такая прямо скажем так не раздеваться потому что почитаю что особенно это касается конечно сцены большого театра историкой у меня был такой вот не очень скажем приятный разговор с режиссером который на ван сцене заставлял но не заставлял а предлагал мне значит время пения снимать с себя значит одежду и остаться вот не белье скажем тогда вот я наотрез отказалась потому что я считаю что на аванс цене исторической сцены большого театра этого делать ну это мое личное мнение я это не навязываю свое мнение вот рискнула остаться без партии но не вот но в любом случае должна быть какая-то грань я считаю да даже если режиссер про что спектакль как-то по-своему то в этом должен быть какой-то определенный смысл я обожаю чернякова обожаю его под прочтение его мысли я обожаю работать с ним страшно интересно это вот тот режиссер с которым не хочется не хочется выходить на спектакль а хочется остаться время с их и таких режиссеров к счастью много достаточно но конечно если режиссер с которым я допустим на отрез отказываюсь работать и не работаю изменился твой голос после рождения детей голос наверное нет но как голоса да она изменилась во первых после рождения моей первой доченьки у меня напрочь исчез переход в регистре с 1 2 а с рождением донечки у меня обогатился нижний регистр и вообще стал более мощный мощный того нижний регистр но это еще может быть связано с тем что возраст был немножко побольше да и вес я прибавил очень серьезно после рождения донечки а сейчас сейчас не знаю сейчас обрастаю репертуаром мне просто очень было удобно петь когда я мелечку носила чувствовала никакие никакой усталости очень быстро восстановилась очень большой вот такое изменение голоса было после рождения второго ребенка имеешь ли ты друзей что для тебя означает дружбу а кто это спросил танюша не вижу у меня не очень хорошее зрение поэтому я не вижу кто пишет я потом все все прочту у меня к счастью есть очень много друзей я надеюсь что все они настоящие и что мне не придется никого проверять но о некоторых друзья могу сказать отдельно а это друзья которые бы из моей жизни совсем недавно лет пять шесть назад это земляки моего супруга алексей они живут в жердевке в урнаке это несколько семей которые как-то так получилось что мы объединились и у нас есть группа в ватсапе мы просыпаемся сообщениями с фотографиями засыпаем с этими сообщениями мы встречаемся ему поем песни мы делимся друг с другом самыми самыми сокровенными тайнами друг другу помогаем разделяем боль обиду радость и я хочу сейчас пользуюсь случаем пожелать нашему одному из пассажиров так называются пассажиры наша группа кому из наших пассажиров здоровья 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 чтобы ничего не подтвердилось и что выздоровление пришло как можно быстрее я вас люблю а вообще в принципе так как я из трех городов я из владикавказа и ростова и москвы в каждом городе у меня есть своя группа друзей в ватсапе это мои студенческие друзья агунда и компания привет я вас вижу спасибо что мы тоже очень близки и может быть даже с годами стали ближе даже ближе чем студенческие времена у меня есть друзья с владикавказа мои золотые драгоценные земляки которым я очень дорожу мы очень далеко от друга мы очень редко видимся но благодаря онлайн общению мы имеем возможность друг друга видеть ну и конечно коллеги очень много добрых друзей среди моих коллег кстати пользуясь случаем хотела передать огромное пожелание здоровья светочки катьян и ее маме чтобы полячка быстрее у них прошла чтобы они падали духом и мы молимся мы думаем о вас каждый день говорим о вас каждый день и все будет хорошо главное не отчаиваться сколько тебе деток как быстро удалось войти в форму с какими трудностями ты столкнулась я так у меня трое у меня виолеточка виолеточка ломакина она рождена первого брака вот от замечательного папочки ломакина алексея мы в прекрасных отношениях и замечательный папочка вот вот второй у меня сыночек дэни ему девять лет он занимается футболом и третья девочка амелия совсем маленькой его никакое число тогда завтра и будет год и 11 месяцев то есть через два месяца через практически месяц ей будет два года я была вынуждена быстро восстанавливаться потому что наша творче жадность понахватать и проектов на два-три года вперед оставляет нас работать работать и сработать слава богу что здоровье мне позволило практически сразу выходите на работу с виолетой три месяца с данечкой просидела два половины а с амелия просидела 24 дня и дальше улетела в испанию петь рекомендарде конечно восстанавливаться надо такого не бывает чтобы ты прямо родил и пошел петь так как ты до родов такого не бывает конечно нужно восстанавливаться работать нужно касается отдела конечно не голоса касается именно дыхание потому что после того как женщина рожает в животе образуются пустота которая должна обрасти миксами мышцами внутренними естественно которые поддерживают диафрагму опять-таки которые держат дыхание даст нужно обязательно очень осторожно и желательно если женщина падая рожает дадут неопытно то конечно желательно чтобы она приходила форму с педагогом расскажи о твоих ролях но это было я снялась в фильме в сериале след там какая-то 300 300 какая-то серия ядов исполняла роль ведьмы они ведьмы и там просто колдунья которая нагадалась подруги что ее муж умрет или что-то вроде этого а вот потом за этой ведьмы охотились и потом допрашивали в общем это было очень интересный и такое для меня опыт я хотела бы еще раз потому что это конечно совершенно другой мир это ночные обязательно съемки это кстати всегда ночные почти семки если только это не касается съемок на улице но вот это всегда дубли это всегда детали очень интересно потому что один и тот же кадр который снимается он снимается камер потом как-то вот они там монтируют такая вот картинка которую мы смотрим как будто бы так на самом деле это огромный труд бывают ли сплетни в театре не знаю не сплетничать алексей наталья спрашивает во сколько ужин накрывается лёшечка лёшечка между прочим сейчас на кухне до посуде по запаху и что удивительно очень хорошо занимает эту амелию что она к нам до сих пор не пришла во сколько на животном уже задерживаемся сейчас лёшенька а сколько ты нам времени добрый день в одном интервью вы говорили о том что в начале пяти вас были мы с верхними нотами и только у одного педагога вам удалось да это вот как раз продолжение разговора про бадримой сурадзе сказать что прям такие огромные проблемы мне бы бокалом с верхним регистром не могу но выше для бемоля то есть для бемоль это была такая последняя полноценная нота скажем так дальше уже наталья она была такая очень тонкая визглявая и я не могла ее долго держать вот в чем была проблема самая большая когда мы распрощались с галина полна вишневской то есть она меня когда выгнала из своего класса я перешла в класс подремой сурадзе который научил меня открывать рот и открывать гортань по примеру теноров и по сути я начала брать конечно работа где-то месяца полтора мы работали над этим да то есть это и и меня прислонял прямо к стене и вот заставлял вот прямо ощущать и где-то в голове в психологически как раздумывается диафрагма и как вот через выдвигается квадратная становится такой вот верхний верхний но это опять-таки нужно показывать это так просто не расскажешь вот вообще принципе ходите бадри на уроках на уроке прямо как цирковое представление посмотреть у него страшно интересно сидеть и у него всегда сидят в класс другие ученики и приходят и концертмейстеры посидеть послушать потому что это прямо вот ну вот такой шоу у него но и главное что это шоу это представление имеет результат потому что те его студенты они поют планируется ли исполнение вашей совместной музыки той программы с алексеем да вот как раз 14 сентября мы планируем спеть этот концерт петербургской консерватории надеюсь что состоится этот проект ничто нам не помешает не коронавирус пандемии и также наследие весной следующий то есть через год мы планировали сделать эту программу в большом театре в камерном на каменной сцене бихоинского зала и на сцене новые оперы также просто мы еще даты не все сейчас подвешенном состоянии расскажи о опыте с галиной вишневской а галина павловна вообще в моей жизни я сыграла огромную роль в становлении меня как как борцы как личности как артистки даже больше не не то есть вокал в особо особо вокала как бы не свою лету не внесла в становлению как а вот в становлении как а артистки она конечно очень очень много не дал отдельных совет потому что мой скажем так моя мягкость природная и иногда мешает жизнь иногда и быть за жесткости какой-то холодное решение какая-то надменность высокомерие чего во мнении ну при в природе во мне нет если она есть она приобретенная только специально для какой-то ситуации создан вот она также научила меня общению с людьми за кулисами то есть с гримерами с костюмерами с коллегами с артистами оркестрантами горами как с кем можно разговаривать так с кем нужно по-другому разговаривать что это тоже часть нашей профессии потому что умение себя вести в обществе это неотъемлемая часть продвижения нашего и скажем так спокойствие душевного потому что советские времена было несколько по-другому советские времена правила в театре были другие правила была прима которая пела в спектакле и пела только она одна сейчас мы совершенно другое время мы все хорошие певицы и мы все поем в очередь вот есть нас 4 до сопрано мы поем какую-то партию по очереди да вот и все время соответствовать своему уровню все время спаться то есть не априори ты споешь то есть не обязательно будешь петь следующий спектакль плохо следующий спектакль тебя могут вообще переставить другой состав могут вообще снять спектакля то есть такого нет что ты вот по умолчанию поешь нужно все время с собой работать а если у тебя еще и характер плохой я как-то не очень хорошо ведешь сейчас такого не прощается то есть нужно какую-то дипломатическую личность соблюдать и вежливости и быть скажем так уважительной ко всем потому что на тебя может пожаловаться даже работник слова и тебя будет не сладко вот и галина полна вот этому всему учила чтобы не забывать себе такое хорошее о тебе мнение что ты заносчивая что ты хамка что ты не образованная ну в общем вы поняли что я хочу сказать вот полна профинансировала мою операцию на глаза которую я сделала 2 четвертом году причем она сама стояла на этом я ее не просила она сама на стояла и до конца дней к своей я буду и благодарна потому что до сегодняшнего дня я проходила без без очков без линз не твои никакие трудности но вот сейчас уже видимо срок годности операции и зрение начинает у меня портится буду переходить на линзы тяжело нанести время я не думаю что я всемирно известна к счастью я думаю нет это не это нелегко совершенно я не всемирно известная известных кругах и за каждого своего поклонника каждому своему поклоннику я страшно благодарна потому что я понимаю что профессия наша она очень субъективная и кому-то я нравлюсь кому-то и не нравлюсь но своих поклонников я обожаю они у меня есть они очень ко мне трепетно относятся есть совсем прям близкие поклонники которые вхожи ко мне в дом например есть которые не в ходу но провожают меня каждый раз от театра до машины или наоборот встречают в театра который передает мне подарочки которые делают фотографии которые придают мне баночки с вареньем это так трогательно мы с любовью каждый раз с лёши рассматриваем подарки которые нам делают и умер один мой поклонник сергейчик который был для меня очень 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 близким веком очень тяжело мы все это пережили потому что он уже стал практически как член такого нашего сообщества большого большое за то что любите меня я постараюсь как можно дольше радовать 16 17 лет ты мечтала классику или современную запад музыку 16 нас лет я мечтала выйти замуж это была моя самая главная мечта в жизни я вообще та женщина которая мечтала выйти замуж это правда потому что я пока я не вышла замуж я была несчастлива я была самым несчастным сейчас на женщины на земле потому что рядом со мной за это должен быть мужчина я вот та женщина который без мужчины не может а по поводу того что я мечтала петь ну я вообще на итальянскую музыку было так прям сильно настроена я учила старину а старик итальянские арии это первое я начала учить уже будучи студентка вот но конечно и русская тоже русская обязательно но и кармен кстати между прочим хабанеру я тоже одну из первых выучила до сих пор я пою как быстро ты собираешься в дорогу и как быстро ты можешь собираться у меня есть вот это хороший вопрос это маленькая поездка там допустим до недели у меня есть чемоданчик в котором лежит уже готовая косметичка в которой жить все необходимое мне туда ничего докладывать не нужно может быть ватные там попала палочки там до доложите и там что-то там такое прям быстро заканчивается да я быстро стараюсь я точно знаю что если еду на неделю то мне нужно четыре смены одежды если я не еду на три то мне двух достаточно будет так что мне обязательно нужно иметь ночную рубашку одежду для того чтобы сходить в отеле на завтрак и репетиционную одежду вот это что совершенно обязательно а я всегда покупаю куда приезжаю первое что делает я шапоманка страшно для меня это сейчас ужасно время потому что я не могу посетить ни один магазин я страшно шапоманка и обожаю покупать все что угодно неважно это бы вещи или косметика вот но когда я еду одна на кастроли первое что я делаю еще торговый центр и покупаю себе новое платье какие правила общения существуют за закулись никаких правил не существует каждый видит себя так как он считает нужным но в последнее время могу сказать что очень оккультурились сын и ведут себя они вежливо друг другом всегда пожелаю пожелать удачного выступления зрить зримого зримой конкуренции я не наблюдаю я знаю что все мои подружки и не подружки мы собранная со мной отношениях и практически все вот и мы друг другу желаем всегда удачи особенно как страхуем и встречаемся в коридорах то же самое касается и тинаров я знаю что тина вообще между собой дружит прямо был вместе ходит играть за кулисье уважение друг другу я считаю что это самое главное закон но конечно встречаются их она до среди коллег которые ведут себя не очень не очень адекватно иногда со странностями специально портят настроить перед выходом но я на это стараюсь обращать внимание потому что я всегда зацеплена на каких-то других вещах и для меня вот это всего просто не существует если у вас домашние животные и когда очень любите всего да у меня есть код у нас есть код код моцарт его зовут он маленький у нас любимый мы его сейчас на карантина в гостях у моей сестры а потому что виолетта у меня аллергик и мы немножко его сейчас вот фотографии есть это наш наша любовь мы его обожаем у нас разговаривает то есть когда мы приезжаем откуда-то приходим у нас встречают у порога и вот ведет с нами какие-то там свои кошачьи разговоры как-то прославилась не знаю ничего про это не об этом ничего неизвестно ну что ж если больше вопросов нет может быть мы тогда будем потихоньку завершать нашу трансляцию же ты хочется кушать хочется да кто-то так написал кто-то нет музыкально да а есть еще раз сильно ли распито соперничество между вокалистами как она проявляется даже не знаю как ответить потому что мне как-то не не приходилось с этим сталкиваться потому что вообще у меня твердо такое убеждение что у каждого свой путь и если тебя не выбрали на эту роль а выбрали другую певицу значит это просто не твое или кто-то ошибся ли эта партия твоя если это роль твоя то она тебе обязательно найдет но если ты конечно можешь петь если ты востребованы если у тебя есть как бы какие-то варианты где-то спеть сейчас времени но другое не такой как было опять-таки повторяюсь сейчас очень много решает прослушивание тебя всегда есть шанс мы все допустим солисты большого театра все проходим прослушивания на все абсолютно спектакли я например никогда не забуду свое прослушивание партию полины в постановке льва будина пиковая дама большом театре я пропустила я пропустила прослушивание по какой-то причине помню честно говоря то ли я больна была то ли я была в роддоме где нибудь и мне пришлось ехать на прослушивание полины в петербург в театр и буду ждать его конечно обязательно часа три-четыре мы прождали вот со мной ехал администратор большого театра в насапсане до петербурга пропели прослушивание вот и опять посадили на сапсан и мы приехали в москву то есть я потратила целый день чтобы приехать к режиссеру на прослушивание хотя я как штатная столистка большого тебя меня могли просто назначить на эту партию но так как право выбора петь певицы или нет всегда за жором или частности чаще всего вернее за режиссером то это вынуждена идти на такие вот комплименты режиссером что сделать прослушивание и чтобы режиссер собрался а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...